будет нормальный махать проектики гоночке поэктики теле 120 это новая серия на канале мозаидели с вами виру мозаика вы знаете какие кнопки нажимать вот мой инстаграмчик что и погнали смотреть новое видео новый день начинается с авоськи едем по делам и может быть спасением что-то дорожного вот какая crown прулечек не беды не беды по веселуха будет нормальный махачка дай покурить дай покурить и пачки но разве кухой и басик работнички может опять не сочи так и мы приехали на здание надо дать пост который чек-либо на аукционе покажу вам купили о бд и теперь можно к машинке подключаться проводочкам делать удары по клавишам и делать из нее гонку но это не сегодня так мы буквально только что мне отзвонился витя b2b гараж и сказал можно забирать мою гонку так что сейчас ловим каршеринг и едем на октябрьскую за моей съемкой а вон собственно гоночка стоит так делаем быстрый осмотр и поехали в этот раз меня попалась более-менее живая тачка сделал только одну фотографию это это был бампер не в зазоре повезло так что едем на новом полике но уже не новым уже предпоследним короче приехал на октябрьскую за доехал довольно быстро там рублей за 4 рубля наверно и прикол в том что собираюсь закрывать авто приложуха висит и ничего не закрывает звоню в техподдержку hello никто не поднимает в итоге восемь минут я ждал чтобы заработало приложение и закрыл тачку сейчас им написал про это все скриншоты предоставил надеюсь компенсирует но в это пипец так ну а я уже здесь промзонки иду в b2b гараж забирать сиеру на самом деле сиеру бы сделали намного быстрее есть этот косяк с коробкой с офигенным продаваном этим разборщиком сашей и как бы у ребят после того как коробки были уже у них отключили два дня свет то есть все отключили там после четырех часов вчера и сегодня они пришли опять без света но благо мы машину успели вчера починить сегодня сделали по последней проверке сказали мозаика приезжай тачку можно забирать чик 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 гоночки проектики гоночки проектики идем к ребятам а вон моя сиерка люди о карабасик короче звоним сейчас на разборочку тому хлопцу который привезли для коробки посмотрим фон скажет саша привет это мозаи по коробкам то что хотел звонить ну так что ты говорил там две фотки не но ты просто говорил что типа тебе там подставили туда сюда но ты просто на первой фотке маленький кусок на второй фотке большой кусок так я тебе скажу это просто скриншоты с видео с одного ракурса начинают снимать и там видно что он нормальный камеру заводят вниз и там видно что кусок отломан какая она приехала это видео а не для фотки вот ставить сверху так и и принять не ну просто что мне пришлось за вторую коробку пози вот в чем про нюанс хоть и за пол цены но ты понял ребята оживили мне клемму аккума поставили болт который держит стабилизатор у меня там был была беда печаль какая-то короче подвесной там обслужили все подряд в общем отдал машину сделать одну проблему сделали пять проблем красава просто one love be to be must have обращайтесь ребята рекомендуха кстати ребята с яровода если здесь есть есть в наличии две коробки и диск сцепления адекватный одна коробка в принципе норм вторая норм но в ней поврежден повреждена направляющая первичного валовки пьем все сниму что в одной направляешь к не очень ее пожевала мои выжимы в другой просто отломанный кусок в принципе можно тоже как-то починить или если у кого-то она есть замените все и кататься так что если кому-то нужна пятиступка на серку можете мне писать потому что мне это хранить негде надо наверное избавляться мы короче ребята как мы могли понять все было ясно продаван такой ну там типа да ну может быть мой чувак накосячил кто-то может быть если бы дкб только по факту пришлось купить вторую коробку благо за пол цены но так дела не делаются поэтому все в следующий раз и скорее всего сначала поищу на нормальных разборках где мне дадут чек и 14 дней на возврат товар а потом уже буду обращаться вот таким вот барыгам так сказать которые но реально продают чернягу и не хотят забирать обратно причем даже люди написали мне в инсте что покупали вот этого же джентльмена резину на следующий день только увидели что у них булки он не хотел забирать пока там ему грубо говоря не пригрозили уже так дела не делаются так ну а сиерочка на полном боевом ходу сцепа новая диск новый коробочка перебрана новая все супер будет кататься несколько лет бед не знать потом еще к вити заеду сделать ручник но что руш評 меня уже что в этом году пропал а руч Froome чёртам может пригодится так что сделаем троса ручника и сделаем вот эту кнопку чтобы она была ну чтоб она грубо говоря работало как гидро ручник то есть я затянул отпустил ручник упал и заодно сделаем так чтобы потом можно было эту штучку достать и она работала такой стояночный тормоз тоже полезно видите сказал без проблем все это сможет сделать так что скоро увидимся ведь все но я направляюсь к авалерте в горах тут еще сзади куча вкусняшек, вот, отвезу Валерки, покушаем с чайком. Ох уж эти дипломаты стелят 120 по городу. Ай-яй-яй-яй, нехорошо. Ай-яй-яй-яй-яй, нет, я не стелю. Короче, ребятки, еще раз подытожим, что было с Сиерой. Проблема была в выжимном, мы поменяли педальный узел, стало все вроде более-менее работать, и за день выжимной раздолбило до конца, он покоцал все внутри, он поломал, ну, точнее, покорежил направляющие первичного вала, также размолотил нам корзину сцепы, по итогу заказали новый комплект сцепления люк, коробки, чтобы, потому что отдельно направляющие первичного вала не продавали, мы взяли коробку, оттуда перекрутили направляющие первичного вала на мою коробку, и уже все установили, плюс новый комплект сцепы, ну, и также ребята сделали по мелочевке, по подвеске, там, пару нюансов и так далее. Короче, вот такие вот дела, не дешевый влет, но, благо, делал у ребят хороших, и меня не разули. Итак, ребята, гольф в гараже, и еще остается вот столько вот места, ну, на ширике кажется, что его больше, как думаете, влезет ли Ауди сюда с гольфом? Ауди, сука, длинная. Короче, тут еще метр Ауди в гараже, офигеть, ло гараж царский. Кайф. Короче, сейчас будет легкий обзор на Ауди такой, посмотрим вообще, как она себя чувствует. Пневма. Ок. А теперь ручная пневма. Вот это внедорожник. Резия есть, приятно. Писки есть, приятно. Баллоны есть, все. Так, отличный автомобиль. Ну, у колодок вообще валом. Да, тормозной диск огромный пипец. Короче, там все сухенько, все красивенько. Пыльничкий огонь, баллонный огонь. Поговорили кто-то там в комментах, что ой, там беда, машина. Охонь, тачка. Из нюансов только вон подкрылок покоцан. Все. Ну, так. Короче, ребята, главный механик нам сказал, что мы авантюристы, купили авоську, не открывая капот. А почему? Капот не открывался, тросик устала жопа за пару дней до того, как машина попала к валерке в руки. Но сейчас будет скоро первое открытие капота для нас и для вас. И все узнаем, что там. Так, а сейчас паузу поставили и напишите в комментариях, там будет пипец или там будет все. Не, я думаю, там будет как в салоне все примерно. Хотя, если в салоне срали, может быть, под капотом-то не срали. Они, может, тоже не открывали никогда. Так что, сейчас увидим. Давай еще. Опа, нашли тросик, короче. Эх. Чувай капот, я буду там, ты жаришься. Да, какого и замок, какая нет. То и тут все более-менее. Да, нормально. Только, ну, брязная, как обычно. Ну, брязная, да. Вот. В-8-4-2. О, нальем завод. Винуме есть. Тут, а? Опа. У-у-у-у. Ты кто такой? Ты не отсюда? Вот тут, видимо, первая проверка масла. Его там нету. Колечко еще посломали. О, есть. Чуть-чуть есть. Чистая, смотри, какая. Да, ну, чуть-чуть. Минимальный уровень. Ну, ну, минимальный, да. Да, нормально. Ну, так давали же мы трохи. Нормально. На, кстати, да, наш у нас стоит вот так сейчас. Поэтому, ну, мало ли. А щуп с той стороны. Так что все, уровень, уровень. Гидроток. Даже капнула с конца. Ого! Теперь можно залить омывайки. Ура! Пусто. Выросла капуста. Описали ведро, ведро. Сами вы ведро. Не обижайте авоську. Итак. Пись, пись, пись. Поливает. Что в тачке не работает? Все работает. Да еще одна единственная не справа, с которой он там есть. Какая? Не говорит габарит. Не говорит габарит. Это надо ехать на чили-сервис. Нам там поможет. У чили-сервис ехать. Они скажут, о, замена мотора. Короче, нашли еще пару саморезов в тачке. Раз. Два, три, четыре, пять. Короче, ну, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. А то у вас не так. Да. Ну, вот. Ехать чуть-чуть. Все добро с тачкой. Так, ну, от Валерки я уже уехал. Уже все. Выдвигаюсь в деревню. Но перед этим заеду сейчас на грин и куплю холст. Надо будет в деревне еще порисовать, я думаю. Прикольно. Заезжаю, короче, на горочку. А сзади чувак встал такой внизу. Типа боится, что я откачусь, наверное. И ждал, пока я не заеду. Хе, прикольно. Так, у нас тут опять дела какие? Жигули. Дискавери. Или как он там? Ну, короче, рейндж-ровер. Трехтысячник. Лексус. Ниссанчик. Все на своих местах. Оп. Холст куплен. Деревню, наверное, порисую, если будет время. Опа. Здорово. Чик-чик. Хоп-хоп. Так, ну, а теперь выдвигаюсь домой и выезжаю в деревню. И у нас опять по традиции люди выезжают на перекресток, когда не могут его проехать. И в итоге что? Сейчас будем стоять. Красава, красава, молодцы. Троллейбус просто вообще. Человек должен быть с опытом таким большим. А сейчас валит, получается, на красный. Супер, молодцы. Теперь мы вот так вот всех объезжаем. Кайф вообще. Супер. Ну, есть же одно прекрасное правило в правилах ПДД, которое говорит, если вы не уверены, что вы сможете пересечь перекресток, не выезжайте на него. И туда не будет пробок, ребят. На самом деле в ПДД есть куча дебильных правил, типа, ну, нельзя перестрадить на перекрестки. Почему нельзя, непонятно. Но вот это вот правило прям реально полезно. Если бы люди так не выкатывались на зеленый, когда затор на перекрестке, было бы все намного лучше. Так, ну, а мы уже в деревне. Уже приехали. Так, ну, а пока я в деревне, решил заняться творчеством. Опять рисую холст. Вот, и так как был хороший спрос на прошлый холст, там прям разыгралась борьба между четырьмя людьми, которые хотели выиграть его. Я решил нарисовать еще холст в такой же стилистике. Ну, конечно, два одинаковых холста я даже если захочу не нарисую, но хотя бы в той же стилистике я его смогу выдержать. И вот у меня уже первый слой нанесен. Сейчас мы его затяним. И потом приступлю к рисованию второго слоя. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удобно? Удобно. И вот так вот стоять прямо дома в тепле, в жаре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, а пока я был в деревне, по своим причинам я не смог поехать в Баранович. А там проходило закрытие драгового сезона на том же полигоне. Ну, там вообще проходил как бы BMW-фест какой-то. Но плюс можно было регистрироваться участникам не только на BMW. И тут я сейчас немножко приложу вам видео, как наши дизеля там давали дыму. Отдельное спасибо Вадиму Ассаленку на пассатите синим за то, что он снимал горизонтально. И я могу эти видосы вставлять себе на YouTube. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну и уже по традиционным ощущениям пора заканчивать серию. Поэтому вы знаете, какие кнопки ставить. Вот мой инстаграм. Чичто. И до скорых встреч. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА